Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Сейчас позвольте краткое сообщение по поводу научно-междисциплинарного научно-образовательного кружка. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Сегодня мы живем уже в новой информационной обстановке. Как известно по работам профессора Казадоя, период удвоения информации прогрессивно сокращается. Если в начале нашей эры, данный период, это тот период, за который вся информация известной человечеству удваивается, равнялся 1750 годам, то сейчас это уже менее года. Соответственно, обществу приходится адаптироваться. Следующий слайд. Как известно, одна из популярнейших медицинских баз ПАБМЕД ежегодно обновляется на более чем 500 тысяч статей. Всем известно, что европейская урология, один из популярнейших журналов, также в год примерно публикует порядка 500 статей в год. Когда молодым специалистам необходимо осваивать весь этот вал информации. Мы все живем в каких-то временных рамках. Мы в студенчестве, нам необходимо осваивать программу медицинского вуза в ординатуре. Также приходится учиться, дальше аспирантура, работа. То есть осваивать эту информацию объективно некогда. Об этом говорят и чиновники от здравоохранения. Так, министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, по сути, в российской газете, в интервью от 28.07.11 говорила о цеховом подходе в медицине. Цеховой подход или узкая специализация или суперспециализация – это тот неизбежный выбор, который приходится сделать студенту при переходе от своего высшего учебного заведения и к выборе медицинской специальности. Он в любом случае выбирает какую-либо дверь, заходит в нее и, как правило, встречается там с валом информации, которую в одиночку осилить почти невозможно. В связи с этим в мае 2013 года был создан междисциплинарный научно-образовательный кружок. Задачей этого кружка являлось совместное освоение знаний, создание информационной базы и междисциплинарное сотрудничество. Кто участники? Мы приглашаем всех активно осваивающих знания людей – студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, молодые врачи. Всех будем рады принять в своих стенах информационных в первую очередь. Формат нашего заседания – мы организуем интернет-трансляцию посредством интернет-ресурса УРО-ТВ. В сети, как правило, у нас заседания проходят более двух раз в месяц, нас слушают более 30 человек, до 10 человек мы собираем очно. Еще раз повторюсь, что очно не является основной задачей, поскольку наша страна обладает обширной географией, и физически приехать в Москву в Институт урологии не у всех получается. Структура заседания. В общем-то, ничего нового. Сначала это новости, информирующие людей о последних достижениях науки и медицинской техники. Мы выпускаем новости ежемесячно по два выпуска новостей. Это междисциплинарные новости и новости урологии. Это, конечно же, лекции и, как всегда, разбор клинических случаев. На данный момент создано уже более 60 видеолекций. В данном процессе активное участие принимали и все присутствующие на этой конференции, и Зинина, Юлия, и Шамин, Михаил выступали со своими докладами. Кроме того, научно-образовательный кружок взаимодействует с общественными организациями. Так, в прошлом году было выделено два гранта на обучение по специальности урология. В этом году мы планируем продолжить эту практику. В результате нашей работы трое студентов стали ординаторами по специальности урологии в стенах научно-исследовательского института урологии. Сейчас у нас есть несколько секций. Это урологическая, дерматовенерологическая, кардиологическая, анестезиологическая, прокатологическая, готовится ауториноларингологическая. Но это все в работе. Хотелось бы возвестить открытие Сибирского регионального отделения научно-образовательного кружка. Мы все возлагаем большие надежды на это отделение и надеемся, что наша совместная работа будет очень продуктивной. Итак, спасибо за внимание. Ждем всех на наших ресурсах.